Олимпиада «Медиа и я» Участниками Олимпиады могут стать учащиеся 8-11 классов, ребята, которые ищут себя, стремятся сделать какие-то собственные первые шаги в подготовке, в создании медиапродукта, неравнодушные к тому, что происходит в информационном пространстве. Ребята, которые интересуются новыми медиаплощадками, традиционными средствами массовой информации. Ну, в общем, творческие, креативные, молодые люди, которые хотят видеть развитие медиаплатформ. Олимпиада проходит в несколько этапов, насколько я знаю. Но что подразумевает каждый? У Олимпиады два этапа. Заочный он проходит с 1 по 7 ноября. И 27 ноября будет очный тур, где будут еще два конкурса, которые в результате этого очного тура будут подведены итоги. На заочном этапе, вот как раз таки, вот в эти дни, ребятам предлагается пройти два тестирования. Первое тестирование, так называемое обучающее тестирование, во время которого у ребят есть доступ к 20 разным вопросам, и они могут подготовиться к ответам на эти вопросы, найти новое знание и дать ответ. Вот это обучающее тестирование, оно продлится с 1 по 6 ноября. 6 и 7 на этом заочном этапе пройдет, ну, такое контрольное или проверочное тестирование. У ребят будет небольшой промежуток времени, что-то там в районе 5 минут, в течение которых они должны будут ответить на вопросы уже такого закрытого типа, ну, с учетом тех знаний, которые они получили во время обучающего тестирования. Ну, полноценный экзамен. Ну, скорее нет, подготовка такая к возможному будущему экзамену. Что касается подготовки к будущему экзамену, вот такой вопрос, а победители получат преимущество при поступлении в ВУЗ? Да, Олимпиада по журналистике, медиа и я дает преимущество при прочих равных условиях при поступлении на специальности журналистика и информация коммуникации. Это те специальности кафедры журналистики, на которые мы приглашаем наших абитуриентов. Каким ребятам будет интересно принять участие? Ну, вы знаете, из года в год к нам приходят разные ребята. К нам приходят и те, кто, ну, так, достаточно силен в филологии, кто любит литературу, кто любит писать. Очень интересные, такие творческие молодые люди были в прошлом году у нас, и они действительно поразили членов жюри таким очень тонким чувством слога, чувством текста. Потому что на очном этапе, 27 ноября, у ребят два испытания. С одной стороны, они напишут сочинение, эссе, в форме эссе, а второй этап, второе испытание 27 ноября – это устное выступление. Фактически вот эти два испытания, они дублируют, ну, по крайней мере, похожи на те испытания, которые предстоит сдавать абитуриентам после 11 класса при поступлении на журналистику. То есть вот когда мы с ребятами работали, и когда вот они демонстрировали свою такую любовь к слову во время вступительного, во время очного этапа в прошлом году, это было приятно. С другой стороны, конечно, это и те ребята могут к нам прийти, которые любят общение, коммуникацию, те, которые, ну, опять же, на очном этапе устное выступление, те, которые любят держаться на публике, те, которые умеют выступать, декламировать. Ведущие самых разных мероприятий школьных – вот это вот просто те, кому там комфортно очень чувствовать себя. И, конечно, будет интересно тем ребятам, которые экспериментаторы. Вот любят все новое. Добро пожаловать, очень-очень ждем. Замечательно. Скажите, в какой раз уже проходит эта Олимпиада? У Олимпиады такие достаточно сложившиеся традиции. Мы проводили ее несколько лет подряд на протяжении 15-го, 16-го, 17-го года. Потом был небольшой перерыв. Мы искали новые формы работы с нашими учащимися учреждениями образования. Ну, и вот в прошлом году мы возобновили проведение Олимпиады. Ну, и я хочу сказать, очень успешно на первом этапе заочном было подано более 60 заявок. Ну, а в очный тур прошли на финальные конкурсы 30 человек. Ну, это здорово. Что касается финальных испытаний, если это, конечно, не секрет, тема эссе, она какая обычно? О чем пишут ребята? Ну, вы знаете, тема эссе, ее предсказать очень сложно. Это, конечно, и такой сюрприз для наших участников конкурса. Но наверняка ребятам можно поинтересоваться, посмотреть, потренироваться, порассуждать о своей будущей профессии, о том, что происходит в информационном пространстве, о том, как развиваются новые медиа, площадки, социальные сети, мессенджеры, сайты. Ведь сегодня журналистика – это не только сфера традиционных средств массовой информации. Сегодня все средства массовой информации активно идут к своей аудитории через онлайн-площадки. И поэтому, конечно, так предугадать тем эссе сложно, но наверняка это направление будущей профессии. А что касается устного выступления, какие там как-то темы? Тем много. Темы связаны, с одной стороны, там несколько блоков тем, но, опять же, они все ребятам будут знакомы. Почему? Потому что, с одной стороны, это обществоведение, это те процессы, которые происходят в обществе. С другой стороны, это информационное пространство, это те практики, которые ребятам знакомы в повседневности. Они видят, как их родители, их старшие товарищи потребляют медийный контент из традиционных средств массовой информации, из эфира, телевидения, радио, из газет. Они имеют собственный опыт, наверняка хороший уже опыт, ведения своих аккаунтов в социальных сетях. Они очень активно сейчас в это информационное пространство внедряются, YouTube-канал у них и все. Поэтому, конечно, вот все это, все это тоже может стать темой осного выступления. Ну и некоторые темы могут быть наверняка привязаны непосредственно к журналистскому, к журналистской практике. Ну, наверное, можно порассуждать там и о современных блогерах, и о современных ведущих. Тем много, они разные, но они все достаточно просты для того, чтобы подготовиться в течение 30 минут и выступить перед членами жюри. Хороший опыт. Инна Ивановна, а помните ли вы ребят, которые, допустим, участвуют уже не один год в этой Олимпиаде? Есть такие? Завсегдатые? Ну, я могу здесь, знаете, что сказать? Очень в прошлом году себе ярко, здорово показали наши добрые знакомые, ребята из гимназии 10-й города Гродно. У нас с ними такая гимназия и с учителем Ириной Владимировной Гальвиной такая добрая связь, закрепленная договором о сотрудничестве. И, конечно, ребята очень часто к нам приходят на все наши разные мероприятия, которые мы проводим, и они так очень хорошо себя уверенно чувствуют. И в процессе подготовки текстов, и в процессе устного выступления. Ну, вот, конечно, в прошлом году девчата очень себя ярко показали. Ну, и, по-моему, первое даже место заняло. Я знакома с этими ребятами, я могу подтвердить, это действительно так. Какие основные задачи Олимпиады? Ну, конечно, найти талантливых ребят, оказать им поддержку, дать им ориентиры, направления в собственном развитии. Это, в общем-то, очень плотно связано и с миссией университета, которая ориентируется на то, чтобы найти, раскрыть и реализовать таланты человека. Да, талантам надо помогать. Ну, вот эти слова. Скажите, на что обращают внимание члены жюри? Как вас покорить? Ой, я не член жюри. Ваши коллеги. Да, я как раз-таки организатор. Но члены жюри ориентируются на устном выступлении, конечно, на правильность речи, на содержание текста, ориентируются на дикцию, на интонирование, на тембр, ну, в общем, на все те критерии, которые важны для публичного выступления. А при подготовке письменного сочинения ребятам, конечно, нужно обратить внимание на то, чтобы раскрыть тему, очень так внимательно сосредоточиться на тематике и вот с этой тематикой работать. А второе, очень важно, это, конечно, грамотность. Десять раз вычитать, прежде чем сдать свое сочинение. Вот эти грамматические ошибки самого разного тока, они, конечно, их нужно избавлять, от них нужно избавляться. Ну, такая редакторская наблюдательность, она однозначно пригодится ребятам в профессии. А вот еще, что касается жюри, полюбопытствую, сколько человек в жюри и кто, как правило, составляет жюри? Ну, члены жюри, несколько групп мы всегда, чтобы быть объективными, обеспечить объективность. С одной стороны, конечно, это члены кафедры журналистики, те, кто постоянно проводит, участвует в работе с нашими учащимися, абитуриентами. Вторая, такая категория членов жюри, это практики, безусловно. Это наши добрые товарищи, это редакции средств массовой информации, городских, с которыми мы очень плотно сотрудничаем. Ну, и третья категория, это наши выпускники, это те профессионалы, которые сегодня работают в пространстве массовых коммуникаций и которые с большим-большим удовольствием приходят к нам на разные мероприятия, в том числе на Олимпиаду. Прихожу. Приходите, Екатерина и вас мы всегда очень ждем. Спасибо. Какие еще проекты успешно реализует кафедра журналистики моего родово-любимого Купаловского вуза? Ой, ну, на самом деле, проектов очень много. Если так ориентироваться даже в пространстве вот этой недели, вот у нас стартовала школа медиаграмотности, осенняя школа медиаграмотности на школьных каникулах. И вот, ну, такие молодые, интересные восьми-девятиклассники пришли к нам на занятия, работают с нашими педагогами и с нашими студентами. Тема работ, тема вот этих нескольких дней в рамках школьных каникул посвящена новым медиа, конечно, то, что ребятам очень интересно, ведению аккаунтов в социальных сетях, безопасности, грамотности медийной, все, что ребятам интересно. Ну, а уже в эту субботу, только в рамках недели, если говорить, в эту субботу у нас такой, мы приглашаем очень наших абитуриентов, научный мастер-класс в рамках студии юного журналиста и студии современных коммуникаций. Это уже ребята постарше, 9-й, 11-й класс. Сейчас идет запись в инстаграм-аккаунте кафедры журналистики. И мы с радостью ждем в субботу талантливых креативных на мастер-класс. Познакомимся, поработаем в студенческом медиа-центре, посмотрим технику, услышим талантливых преподавателей и немножечко кунемся в атмосферу студенчества. И это только в рамках недели. Это только в рамках недели, да. Очень активная у нас кафедра журналистики. Возможно, вы хотели бы анонсировать какие-то события с участием журналистов. Вы знаете, мы всегда очень открыты для сотрудничества, для учреждения образования. У нас есть много разных мероприятий разного уровня. И мы, конечно, приглашаем педагогов заинтересованных вместе с их талантливыми учащимися. Ну, конечно, по субботам, каждую субботу мы проводим занятия. С одной стороны, студия юного журналиста «Медиастарт», с другой стороны, в этом году начала работу студия современных коммуникаций «Инфоком». По субботам занятия проходят и в Зуме, к нам подключаются ребята, и один раз в месяц мы приглашаем научный мастер-класс. Непосредственно в студенческий медиа-центр. Каждую весну в марте мы проводим республиканскую конференцию «Медиа-коммуникации в XXI веке. Традиции инноваций». И там отдельно создана секция для учащихся в учреждении общего среднего образования. Мы рады. В прошлом году такая секция состоялась. Было очень интересно послушать начинающих исследователей. Большое наше мероприятие, наша гордость – это республиканский фестиваль «Медиасфера». Екатерина, вам он знаком, вы и студенткой в нем участвовали, и уже в качестве члена жюри нам помогаете. Мы вам за это благодарны. Фестиваль большой, классный. Мы собираем большое количество участников. В прошлом году более 200 человек мы собрали. Это такая творческая площадка. «Медиасфера-2022» состоится в этом году в апреле. Ну и, как всегда, все наши крупные проекты в нашем инстаграм-аккаунте постоянно анонсируем и всегда очень рады любому сотрудничеству с талантливыми, креативными ребятами. Давайте напомним, как называется этот инстаграм-аккаунт, чтобы ребята могли его найти, не потерять и обязательно себя сохранить. Кафедра журналистики в инстаграм легко найти, очень просто. Спасибо вам большое, Инна Ивановна, что сегодня к нам пришли. Рассказали о будущих журналистах. Ну, такой хороший старт, хорошая площадка, и действительно практикоприменимые навыки вы даете. Спасибо вам за это. Спасибо большое, Катюша. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Инна Ивановна Менчук, заведующая кафедрой журналистики Купаловского вуза. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Субтитры подогнал «Симон»